Уважаемые коллеги, добрый день. Тема этой лекции посвящена проблеме тяжелой внебольничной пневмонии, и мы разберем современные подходы к диагностике этого распространенного заболевания и, разумеется, современные подходы к ее терапии. Я сразу должен сказать, что мы будем рассматривать рекомендации, касающиеся ведения пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией, то есть с той формой пневмонии, которая важна именно для врача-анестезиолога-реаниматолога, с учетом последних рекомендаций Американского таракального общества и Общества инфекционных заболеваний Америки, которые вышли в августе 2019 года и были опубликованы в октябре 2019 года, то есть фактически около полугода тому назад. Мы должны помнить, что пневмония является одной из самых частых причин смерти среди инфекционных заболеваний и отличается, конечно, очень высокой летальностью, занимая уверенное восьмое место среди всех причин смертности. Кроме того, пневмония несет очень высокую частоту осложнений, в том числе кардиоваскулярных осложнений, что довольно часто недооценивается при ведении пациентов с этим заболеванием, и вот даже учитывая текущую ситуацию с острой внебольничной пневмонией, вызванной вирусом 2019 SARS-CoV, даже в этом случае частота кардиальных осложнений может быть очень и очень высока и влиять на механизмы тонатогенеза при этом заболевании. До 6% поступающих в многопрофильное отделение реанимации пациентов, это пациенты с острой внебольничной пневмонией. Это заболевание довольно потребно в плане лечения, это не всегда простой диагноз, и мы с вами разберем ультразвук, коснемся молекулярных методов диагностики. Ну и, конечно, ключом к лечению данного заболевания, разумеется, терапевтического профиля, хотя иногда оно становится и хирургическим, и мы коснемся этого, если у нас будет достаточно времени, является адекватная, стартовая, эмпирическая и, конечно, персонализированная антибиотикотерапия. Не нужно забывать, что пневмония является одной из ведущих причин септического шока. И в целом считается, что 60-70% случаев септического шока вызваны именно внебольничной пневмонии. При этом, конечно, пневмония является крайне гетерогенным заболеванием. Это касается как разнообразия возбудителей, вызывающих ее, так и, конечно, исходов при пневмонии. Здесь вы можете видеть, что, конечно, при внебольничной пневмонии, которая требует всего лишь амбулаторного лечения, как правило, путем перорального приема антибактериальных препаратов, летальность составляет менее 1%. При госпитализации частота летального исхода нарастает до 20%, а при поступлении в отделение реанимации до 50%. Случаи пульмонального септического шока, как правило, являются самыми неблагоприятными в плане своего исхода. А мы уже сказали, что пневмония – это одна из самых частых причин септического шока в популяции в целом. Ну и, конечно, как для многих других заболеваний, кстати, не только инфекционных, для пневмонии характерна У-образная возрастная кривая. Она встречается чаще у детей, и у детей, как правило, младше 5 лет, а также часто встречается после преодоления такого пограничного пульмонологического возраста, возраста в 65 лет. Чаще встречается у мальчиков, и чаще встречается у пожилых мужчин. То есть здесь есть определенный гендерный терапизм заболевания. В целом же пневмония является, несомненно, острым заболеванием, поэтому мы не должны использовать приставку «острое» в ее случае и подразумевает вовлечение нижних дыхательных путей. При пневмонии мы видим вновь возникшую инфильтрацию легких при лучевом исследовании, но не нужно забывать, что лучевое исследование – это не только обзорная генограмма, чувствительность и специфичность, а, соответственно, диагностическая точность, которая при пневмонии на самом деле не так высока и колеблется между 60 и 80%. Иными словами, мы можем столкнуться с рядом заболеваний, которые дают пневмонии, а подобную инфильтрацию на обзорной генограмме на самом деле не являются пневмонией. Это довольно подробно разбирается в лекции, в том числе посвященной дифференциальной диагностике респираторного дистресс-синдрома, и вы можете ознакомиться с ней на YouTube. С другой стороны, отсутствие инфильтрации у некоторых пациентов также иногда позволяет исключить диагноз пневмония, но это происходит ошибочно. На самом деле пневмония в данном случае присутствует, но не сопровождается по каким-либо единичным или комплексным причинам появлением явной заметной инфильтрации. Признаки пневмонии, разумеется, хорошо известны всем клиницистам, прекрасно известны врачам-реаниматологам. Это одышка, кашель, повышение температуры, физикальные признаки, не нужно про них забывать, это о аускультации, бронхофония. Нужно помнить, что у пожилых пациентов признаки могут быть стерты, и в ряде случаев инфекция манифестирует быстрым нарушением сознания, может сопровождаться появлением дискомфорта в животе. Довольно часто сопровождается не повышением температуры тела, а напротив ее снижением, что может оставаться незамеченным, поскольку средний медицинский персонал может фиксировать гипотермию как нормальную температуру. Ну и, наконец, конечно, очень важна задержка с госпитализацией по причине алкоголизации, приема кортикостероидов, когда заболевание развивается не так остро, не так быстро. Это прием нестероидных противовоспалительных препаратов, это прием антибиотиков, которые часто не контролируются в амбулаторных условиях, и, конечно, различные другие факторы. Мы можем представить типичные и атипичные признаки пневмонии, хотя нужно понимать, что данная ситуация достаточно условна. На самом деле специфичных и чувствительных признаков пневмонии не так много. И здесь я просто в качестве примера представляю клиническую ситуацию, когда вы столкнулись с пожилым мужчином, который имеет головные боли и спутанность сознания, у него наблюдается гипонатриемия относительно брадикардия и выраженная гипертермия. При этом присутствует скудный кашель и небольшое количество мокроты. Например, с такой клинической картиной может протекать при наличии эпидемиологических и других предпосылок пневмония, вызванная легианелло, и она называется, условно говоря, атипичной пневмонией. Отит и фаренгит – кожные изменения, напоминающие синдром Стевенса Джонсона. Гемолитическая анемия могут быть нечастыми и, конечно, невысокоспецифичными, но вместе с тем признаками пневмонии, вызванной микоплазмой, которая не представляет серьезной реанимационной проблемой из себя. Говоря о наиболее типичном патогенезе пневмонии, мы должны сказать, что, конечно, большинство пациентов имеют возбудители пневмонии при себе. Иными словами, они колонизированы. И колонизация рота и носоглотки, конечно, является важнейшим начальным звеном в так называемом катаральном процессе, при котором возбудитель небольничной пневмонии, бактериальный возбудитель, накапливается в верхних дыхательных путях, а затем опускается в нижние. В патогенезе пневмонии может играть большое значение микроаспирация, например, на фоне алкоголизма, гастроэзофугиальной рефлюксной болезни, повреждения аллергичной ткани. Играет текущий иммунный статус, роль комплимента иммуноглобулинов, генетическая предрасположенность. Играет состояние микробиома, здоровой микрофлоры, верхних дыхательных путей, ротоглотки, полость рта. И, конечно, на состояние микробиома может влиять бесконтрольная антибиотикотерапия. Ну и считается, что при накоплении в опасной атакующей концентрации более чем 10-7 возбудитель может вызывать катаральный процесс. Кардиоваскулярные осложнения играют очень большое значение в исходе пневмонии. И не только в так называемом кратковременном исходе, но и в долговременном исходе, как мы покажем. Нередко у пожилых людей, да и не только у пожилых, например, на фоне текущей коронавирусной инфекции, которая в данный момент представляет серьезную эпидемиологическую опасность, пневмония может сопровождаться быстрым прогрессированием сердечной недостаточности, развитием угрожающих жизни аритмий с углублением течения коронарной недостаточности. Это проблемы с отлучением от ИВЛ, которые требуют иногда кардиотропной терапии для того, чтобы этот процесс протекал быстрее. Большое значение приобретает профилактика расстройств, связанных с гиперкогуляцией. Вы все прекрасно знаете, да, типичные проявления ДВС-синдрома при пневмонии, которые довольно сильно выражены. И многие помнят про ножницы, возникающие из резкого увеличения концентрации фибриногена и снижения количества тромбоцитов. Отдельные типы инфекций, вызывающих пневмонию, например, пневмококковая инфекция, о которой мы будем говорить, конечно, обладает специфическими факторами кардиотоксичности, и пневмокок способен вырабатывать пневмолизин, который проявляет свойства кардиотоксина. Ну и опять же интересные данные, не имеющие высокого уровня доказательности о том, что некоторые статины, они могут улучшать исходы при вневольничной пневмонии. На данном слайде показано, что в течение 60 месяцев, то есть 5 лет после перенесенной пневмонии, частота смертельного исхода намного выше у пациентов, у которых имеются сердечные различные осложнения, различные кардиоваскулярные нарушения, возникшие в период госпитализации по поводу пневмонии. И поздние кардиальные нарушения встречаются гораздо чаще, гораздо чаще после перенесенной пневмонии по сравнению со схожей когортой пациентов. Диагностика основана, конечно, на выявлениях признаков воспалительного процесса, однако мы должны помнить, что они мало специфичны. И я буду еще несколько раз обращаться к этой теме, говоря, например, о пневмонии, ассоциированной с COVID-19, с заболеванием, вызванной коронавирусной инфекцией. Вы, наверное, знаете, что большинство пациентов, напротив, не имеют лейкоцитоза, а имеют лейкопению и лимфопению. То есть больше, чем половина пациентов. Хотя, конечно, этот признак с трудом можно назвать специфичным для данного заболевания. Для большинства случаев в бактериальной пневмонии или при присоединении бактериальной инфекции после перенесенной вирусной пневмонии, конечно, чаще встречается нейтрофильный лейкоцитоз, повышение концентрации цирреактивного белка, изменение соотношения нейтрофилов и лимфоциты, специфичное для развития септического процесса. Полезным маркером, о котором мы скажем в рамках текущих рекомендаций, является и прокальцитонин, который может помочь в диагнозе бактериальных и вирусных пневмоний, может повлиять на клиническое осуждение врача и, условно говоря, может повлиять на выбор интенсивности антибиотикотерапии. Но я не скажу, что станет прямым показанием для нее или противопоказанием. Дело в том, что текущие рекомендации, рекомендации 2019 года не рекомендуют при начале эмпирической терапии, антибиотикотерапии, обращать внимание на этот маркер с учетом текущей доступной нам доказательной базы. Микробиологическая оценка, к сожалению, эффективна не во 100% случаев. И, безусловно, необходимо у пациентов высокого риска, у пациентов, находящихся в отделении реанимации, имеющих алкоголизм, хоббл, у пациентов со спленией, у пациентов с риском резистентности, у пациентов, страдающих иммунодефицитом, иммуносупрессией. Ну и, конечно, важен контроль мокроты, культура мокроты, культура крови и, если такова и имеется, культура плевральной жидкости. Большое значение в диагностике, и на это указывают текущие рекомендации, может иметь выявление антигенов пневмокока и легионеллы в моче. Опять же, доказательная база у этой рекомендации не так высока, но вместе с тем существуют исследования, которые показывают, что довольно серьезное влияние на ведение пациентов на длительность и на структуру антибиотикотерапии может оказать выявление антигенов пневмокока и антигенов легионеллы в моче. Это не такой дорогой тест, и, в принципе, он доступен. Сирологические исследования и полимеразно-цепная реакция требуются для выявления, соответственно, пневмоний, вызванных мекоплазмой, хламидия, легионелла, и для выявления так называемой панели респираторных вирусов. Большое количество вирусов может вызывать пневмонию. Это не только вирус гриппа, это не только коронавирус, но и другие вирусы. И, конечно, здесь используется либо прямая для ДНК вирусов, либо обратно транскриптазная полимеразно-цепная реакция для вирусов, содержащих РНК, как, например, текущий вирус SARS-CoV-2. Говоря о использовании прокальцистанина для диагностики и для диагностики вне больничной пневмонии, мы должны сказать, что при низкой его концентрации на момент поступления, конечно, увеличивается вероятность того, что пневмония первично и в чистом, пожалуй, что виде вызвана вирусной инфекцией. Однако нужно помнить, что вирусная инфекция является очень важным и признанным фоном для развития в последующем бактериальной пневмонии. А многие пациенты уже имеют при себе типичных возбудителей вне больничной пневмонии. В течение первых двух суток после перевода на ЭВЛ либо после госпитализации в стационар мы знаем, что ранние случаи вне больничной пневмонии могут, внутрибольничные, простите, пневмонии быть вызваны как раз вне больничными возбудителями. Это стриптококус пневмония, это золотистый стафилококк и другие возбудители. Поэтому грань между вирусной и бактериальной пневмонии порой очень тонка. И, пожалуй, что мы можем назвать начало эмпирической терапии пневмонии с низким уровнем прокалистанина вариантом ранней, предупреждающей антибактериальной терапии. Ну, как мы видим, что при повышении концентрации прокалистанина более 0,05 нанограмм на миллилитр у нас уже постепенно увеличивается вероятность пневмонии, вызванной атипичными возбудителями. Например, в случае отделения реанимации это регионалы, это в редких случаях хламидия пневмония. Ну и при концентрации более 0,05 нанограмма на миллилитр мы видим нарастание вероятности типичной бактериальной пневмонии. Конечно, при концентрации более 1 нанограмма на миллилитр мы уже подозреваем сепсис, а в случае более высоких значений говорим о том, что у нас у пациента септический шок. Говоря о диагностике, мы должны помнить, что спектр образцов, которые получаются от пациента, будут зависеть от тяжести его. Низкая тяжесть подразумевает забор только мокроты для общего исследования, при этом грамм окрас данной мокроты не рекомендован. Эти пациенты получают вне больничную терапию и могут получать терапию дома. Это амбулаторные пациенты. У пациентов же, находящихся в отделении реанимации, это наиболее тяжелая категория, требуется забор и грамм окрас. Мокроты он рекомендован, хотя и с не очень высоким уровнем доказательности. Требуется забор гемокультуры, рекомендован забор антигена, легионеллы и антигена, стриптокококопнемония, пневмококка в моче. Кроме того, у тяжелых пациентов, у которых выполнена интубация трахеи или трахеостомия, рекомендуется забор инвазивной культуры из нижних дыхательных путей. Это различные методики, включающие бронхоальвелярный лаваш, мини-бронхоальвелярный лаваш, включающие в себя, например, методики защищенного забора. Ну и прочие методы, включающие исследования на грибковые инфекции, туберкулез, полимеразно-цепную реакцию, специфические серологические тесты и даже в сложных случаях биопсию легких, в том числе под контролем УЗИ, либо открытую биопсию легкого для пациентов, находящихся на его. Конечно, существуют отдельные категории пациентов, например, госпитализированные в отделении реанимации. Пациенты, у которых неэффективно оказалась амбулаторная антибактериальная терапия, имеются полости распада, деструкции, лейкопения, алкоголизм, тяжелые заболевания печени, тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких, асплиния, недавнее путешествие, наличие плеврального выпада. В этой случае вы видите, что различные подходы к забору культуры крови, культуры мокроты, получение антиогенов легионеллы и пневмококов в моче и к прочим методам. Здесь, конечно, полностью линейка обследований реализована именно у пациентов, госпитализированных в отделении реанимации, что важно для нас. Рентгеновская компьютерная томография, конечно, является золотым стандартом. На сегодняшний день, пожалуй, является самой точной методикой диагностики вне больничных пневмоний, вызванных как вирусами, так и бактериями. Увы, как мы с вами уже сказали, обзорная рентгенография обладает недостаточной диагностической точностью, хотя и продолжает рутинно применяться и входит в клинический минимум обследования. Диагностическая точность данной методики не превышает 75% выявления консолидации, и в случае, например, необходимости выявления плеврального выпада она еще ниже, она достигает лишь 50%, очень низко. Проблема рентгенографии это, конечно, лежащие пациенты, пациенты, даже находящиеся в полочадящем положении, которые не могут встать в силу своей тяжести. Это пациенты с ожирением, пациенты с иммуносупрессией, например, пациенты с лейкопенией, у которых значительно задерживается появление инфильтрации в легких, в связи с тем, что инфильтрация, собственно говоря, это же скопление клеток воспаления, это не только микробы, это не только эксудат, но это и клетки воспаления. Значительно замедляется образование инфильтрации у пациентов, находящихся в тяжелой дегидратации, у пожилых, страдающих алкоголизмом. Это ограничивает диагностическую точность обзорной рентгенографии при внебольничной пневмонии. Вместе с тем, ультразвуковое исследование, которое на протяжении последних 20-30 лет активно используется для паранхематозных исследований легких, показывает высокую чувствительность, достигающую 94%, и высокую специфичность до 96% при выявлении консолидации, связанных с пневмонией. При этом нам не требуется с вами облучать пациента. Это методика, которая может быть реализована быстро, и при этой методике успешно с очень высокой частотой, с очень высокой диагностической точностью может быть выявлен даже небольшой парапневмонический выпад, даже небольшой плеврит. Здесь показана диагностическая точность ультразвукового исследования. В выявлении плеврального выпада вы видите, что она сравнима с таковой для компьютерной томографии, там она составляет 100%. Альвеолярной консолидации достигает диагностическая точность 97%. Ну и, наконец, в случае отека легких интерстициальный синдром, который также присутствует в случае распространенной пневмонии, конечно, его диагностическая точность также приближается к таковой для компьютерной томографии, составляет 95%. Эти показатели намного выше, чем таковые для обзорной генографии и, соответственно, для аускультации. Какие шкалы используются для оценки тяжести течения пневмонии? Какие шкалы говорят нам о том, что пациент должен быть госпитализирован вместе с тем, не указывая, куда он должен быть госпитализирован? Это очень важно. Эти шкалы давно известны и они используются уже много десятков лет. В последних рекомендациях по тяжелой внебольничной пневмонии рекомендации 2009 года были воспроизведены рекомендации 2007 года, когда были предыдущие рекомендации. И в них, опять же, повторяется шкала Курп-65, представленная здесь, используемая уже много десятков лет, и шкала PSI, или, как ее еще называют, ПОРТ, шкала тяжести пневмонии, индекс тяжести пневмонии, который используется с конца 90-х годов. Любой специалист, работающий в области интенсивной терапии, должен хорошо знать эти шкалы, поскольку пневмония это частое заболевание, и оценка его тяжести может серьезно повлиять на введение пациента, на выбор тактики, на настороженность, на подборе антибактериальной терапии. Обратите внимание, что шкала или система Курп-65 включают в себя всего лишь 5 простых симптомов, 5 простых критериев, нарушение сознания, мочевина более 7 мм на литр, частота дыхания более 30 в минуту, снижение систолического артериального давления менее 90 мм втутного столба или диастолического менее 60 мм втутного столба. Дополнительным критерием является возраст, который мы уже с вами упомянули, такой пульмональный типичный возраст 65 лет. Ну и индекс тяжести пневмонии PSI или шкала Порт подразумевает градацию пациента на 5 классов и включает в себя большое количество показателей более 20. Поэтому я не буду тратить время на их перечисления и могу рекомендовать лишь вам использовать специальные калькуляторы, которые в ассортименте доступны в сети автоматические калькуляторы для расчета тяжести состояния вашего пациента класса по системе PSI для вашего пациента с пневмонией. Как мы видим, оценка тяжести, неважно по какой системе она выполняется, Курп-65 или система PSI позволяет нам определиться с типом общей стратегии терапии данного пациента. Подходит ли пациент для лечения дома, нужно ли рассматривать необходимость госпитализации при присутствии одного или двух факторов, например, по шкале Курп-65 или пациент требует срочной госпитализации, если у пациента присутствуют три или четыре фактора по системе Курп-65. Но, опять же, я повторю, что в соответствии с текущими рекомендациями 2019 года, как шкала PSI, как система PSI, которая считается более точной, так и более старая и менее точная в плане предиктивном, шкала Курп-65 не предназначена для принятия решения о госпитализации и выделении реанимации. То есть, для принятия решения об уровне ведения, об уровне оказания помощи данному пациенту. Она всего лишь нам говорит о том, необходимо пациента госпитализировать или с этим можно повременить. для расчета более точного необходимости локализации пациента внутри стационара, для оценки необходимости госпитализации его в отделении реанимации может быть использована шкала SmartCOP. Я специально оставил этот слайд на английском, я не думаю, что это вызовет какие-то проблемы у знакомящихся с этой презентацией, поскольку эта аббревиатура хитрый или умный полицейский, который здесь показан, включает в себя 8 параметров. Это систолическое артериальное давление менее 90 мм тутного столба за что дается 1 балл. Это мультифокальное вовлечение на обзорной рентгенограмме 1 балл. Мультилобарная пневмония. Это концентрация альбумина менее 35 грамм на литр. Это частота дыхания более 30 в минуту или более 25 в минуту для пациентов старше 50 лет. Это тахикардия более 125 ударов в минуту за что также дается 1 балл. Это признаки энцефалопатии оглушенности делирия за что дается 1 балл. Это оксигенация критерий оксигенация. Снижение сатурации артериальной крови кислорода менее 90% или менее 93% если пациент младше старше 50 лет. Или снижение парциального давления кислорода в артериальной крови менее 60 миллиметров ртутного столба для общей когорты пациентов или менее 70 миллиметров ртутного столба для пациентов старше 50 лет. Или соотношение ПО2-ФО2 менее 250 миллиметров ртутного столба или менее 330 если ваш пациент младше 50 лет. Последний критерий восьмой критерий это PH менее 7,35 за что также дается 2 балла как и за оксигенацию. И вот здесь мы можем с вами поделить пациентов у которых 0,2 балла по системе смарт-коп это пациенты которые имеют низкий риск того что им потребуется терапия высокой интенсивности в отделении реанимации пациенты промежуточного риска 3-4 балла и пациенты высокого и очень высокого риска соответственно 5-6 и более 7 баллов пациенты с очень высоким риском необходимости терапии высокого уровня терапии в отделении реанимации вот эта шкала как и сокращенные некоторые ее варианты смарт-ко например без PH и некоторые другие как раз могут использоваться для принятия решения о госпитализации пациента в отделении реанимации однако я не вижу смысла плодить частности без необходимости и мы можем найти с вами примерные баллы и примерные классы по CURB-65 и по шкале PSI по системе PSI или системе PORT которые могут также указывать на необходимость введения нашего пациента ну а говоря собственно о рекомендациях ИЦА АТС и 2007 и 2019 года мы должны сказать что уже давно были выделены большие и малые критерии госпитализации выделения реанимации большие критерии достаточно одного большого критерия для того чтобы пациент был госпитализирован в отделении реанимации с пневмонией конечно не вызывают ни у кого сомнений все их хорошо знают это потребность в инвазивной ВЛ и потребность в вазопрессах то есть по сути при соответствии другим рекомендациям это пациенты с симпатическим шоком более равно одного критерия да в этом случае требует госпитализации выделения реанимации в случае же малых критериев их 9 и при этом мы только что с вами говорили о системе смарт-коп мы должны сказать что из этих 9 параметров 9 малых критериев 5 совпадают с 8 критериями системы смарт-коп это тахипноя это гипоксимия многодолевая инфильтрация нарушение сознания дезориентации это уремия лейкопения тромбоцитопия менее 100 умножить на 10 девятый на литр гипотермия температура менее 36 градусов цельсия и гипотензия иными словами ситуации когда поддержание артериального давления требует активной если хотите агрессивной в случае с пневмонией инфузионной терапии гипотензии говоря о малых критериях их нужно хорошо знать почему пациент может не иметь больших критериев и иметь неоцененные малые критерии и здесь возникает серьезная проблема вовремя не госпитализированный в отделении реанимации пациент имеющих более трех критериев включительно имеет очень высокий риск поступить в отделение реанимации запоздала иными словами когда с его состоянием не справились в общем отделении например в пульмонологическом или терапевтическом и исследования показывают что исходы у таких пациентов к сожалению плачевны поэтому пожалуйста оценивайте малые критерии рекомендованные международными рекомендациями ИЦА АТС как 2007 так и 2019 года для определения для того чтобы понять а действительно ли ваш пациент имеет тяжелую внебольничную пневмонию или может получать лечение в общем отделении еще раз повторю нужно очень хорошо помнить малые критерии для наших пациентов ну и конечно существуют общие критерии которые на фоне инвазивных инфекций инфекции сопровождающихся например бактериемией что часто имеет место при пневмонии представьте себе какая площадь кровотока через бактериально контаминированную ткань ведь легкие получают весь объем сердечного выброса которые характерны для перитонита для менингита это общие критерии которые оказывают на то что течение заболевания инфекционного его динамика может быть более тяжелым это гипогликемия у пациента при поступлении это признаки алкоголизма и иммуносупрессии это гипонатриемия при поступлении необъяснимый ацидоз гиперлактатомия на нее нужно обращать внимание даже если гемодинамика выглядит относительно стабильнее это признаки цирроза асплиния все эти признаки могут также указывать являясь не специфичными в отношении топики инфекционного заболевания являющие не специфичными в отношении пневмонии конечно могут указывать на довольно серьезный риск того что заболевание потечет не по привычной нам схеме ну и говоря о возбудителях мы должны сказать что конечно ведущим возбудителем вне больничной пневмонии и это бесспорно является пневмокок стрептококус пневмония это основной возбудитель вне больничной пневмонии во всем мире его частота колеблется от 25 до 35% приводится и более широкий интервал от 12 до 68% случаев вне больничной пневмонии связанных с этим возбудителем на втором месте стоит золотистый стафилококк о котором мы также скажем который является значительно более редким возбудителем вне больничной пневмонии и значительно более редким возбудителем ранней пневмонии после перенесенной вирусной пневмонии я имею ввиду раннюю внутрибольничную пневмонию чем принято думать почему так стафилококк достаточно хорошо высевается из дыхательных путей а вот пневмококк он как раз не очень хорошо это делает. Атипичные возбудители. Здесь для реанимационной ситуации, для реанимационной группы пациентов, конечно, наибольшее значение играет легионелла пневмофила, поскольку она может вызывать тяжелые случаи пневмонии и делает это. А вот микоплазма и хламидия, как правило, вызывают случаи пневмонии, которые достаточно легко протекают и могут лечиться амбулаторно. Редко являются реанимационной проблемой. Частота, кстати, пневмонии, вызванных атипичными возбудителями, я опять же скажу, легионелла, микоплазма, хламидия, достигают 20% по некоторым данным. И это очень и очень много. Гемофилюс инфлюенса, который типично причисляется к возбудителям вне больничной пневмонии, на самом деле вызывает ее весьма и весьма редко. Это около 2-3% случаев. В отделении интенсивной терапии также встречается достаточно редко. Иными словами, редко вызывает пневмонию настолько тяжелую, чтобы пациент попал в отделение реанимации. Считается, что существует определенная ассоциация этого возбудителя с хронической обструктивной болезнью легких у пациентов, которые как раз развиваются вне больничной пневмонии. Разумеется, и сейчас это особенно актуально, тяжелые случаи вне больничной пневмонии могут вызывать широкая группа респираторных вирусов. Это вирусы гриппа, в частности H1N1, эпидемия, пандемия которого в 2009 году унесла более миллиона жизней. Это другие вирусы гриппа. Вирус гриппа B, вирус гриппа H5N7, это риновирусы, это широкая группа коронавирусов, это некоторые другие возбудители, которые, конечно, реже вызывают, чем перечисленные, но тем не менее, также могут играть свое значение в структуре. До 2, до 3 случаев пневмонии могут вызывать вирусы. Почему мы их достаточно часто пропускаем? Потому что мы получаем какого-то бактериального возбудителя или контаминанта в случае вирусной пневмонии и признаем пневмонию бактериальной. В этой ситуации нужно опять же помнить, что многие случаи вне больничной пневмонии могут начинаться как вирусные и быстро переходить в бактериальный вариант. Ну и у пациентов с иммуносупрессией пневмония, вне больничной пневмонии могут быть вызваны клепсиелы. Вне больничной пневмонии вызванные клепсиелы были описаны в начале 20 века Фредляндером и даже в некоторых литературных источниках до сих пор фиксируется как пневмония Фредляндера. Это пневмонии, вызванные псевдомоносаэрогенозы, вызванные в том числе резистентными грамма отрицательными возбудителями Маракселла и некоторыми другими. Вот таблица, в которой нет ничего нового. Это таблица 2007 года из предшествующих рекомендаций по введению пациентов с тяжелой вне больничной пневмонии. Здесь вы видите, что как для пациентов, получающих лечение дома, так и для пациентов, находящихся в общем отделении. И, конечно, здесь выделено красным для пациентов, находящихся в отделении реанимации. Основным и самым первым возбудителем в списке является стрептококус пневмония, пневмококк. На втором месте у реанимационных пациентов стоит золотистый стафилококк, на третьем виды легионелла, на четвертом грамма отрицательной палочки и лишь на пятом месте по чистоте стоит гемофилюз, инфлюенция. При этом, мы должны помнить, даже если вы сомневаетесь, ведущим возбудителем пневмонии является пневмококк. При этом эмпирическая терапия направлена именно на него. В 11-20% случаев возбудителями являются полимикробные инфекции. Большое значение может играть золотистый стафилококк, мы о нем скажем. И, конечно, грамма отрицательная инфекция, которые здесь также есть, в основном развивается у пациентов, либо получавших антибактериальную терапию в течение предшествующих трех месяцев, либо имеющих явление иммунодефицита и прочие предрасполагающие факторы. Например, гемодиализ, например, респираторный дистресс-синдром и некоторые другие. Здесь представлены частота выявления возбудителей по одному крупному испанскому исследованию. Ну, для нас не имеет значения, что это исследование испанское, поскольку на самом деле в других странах таких исследований очень много, структура будет аналогична. Обратите внимание на эту фиолетовую часть круга. Возбудитель неизвестен, он не высеян, но тем не менее, как при амбулаторной пневмонии, госпитализированной в общее отделение пациента и пациенты отделения реанимации, это значение достигает 50%. То есть, получая отрицательный посев содержимого верхних дыхательных путей или даже защищенного забранного содержимого нижних дыхательных путей, мы должны помнить, что действительно в половине случаев пневмонии заборы являются малоэффективными. И высеять какого-то возбудителя, типичного возбудителя более-менее пневмонии, не представляется возможным в силу особенностей пациента, в силу особенностей возбудителя. Не нужно забывать, что пневмокок, стрептококус пневмония является граммоположительным, факультативным анаэробом, то есть, он достаточно капризен в плане роста на средах. В 22,5% случаев в этом исследовании были выявлены мокротис, стрептококус пневмония, типичный возбудитель, атипичные бактерии 7%, смешанная флора 11%, респираторные вирусы были выявлены в 2%, гемофилиус инфлюенция 1,6%, прочие возбудители 3%, псевдомоноз аэрогеноза 2,5%, грамм отрицательной энтеробактерии в 0,6% случаев, и золотистый стафилококк в примерно 1% случаев. Обратите внимание, что частота выявления псевдомоноз аэрогеноза выше, чем частота выявления гемофилиус инфлюенция, это достаточно важно. В случае же с типичными возбудителями в отдельных категориях пациентов отделения реанимации, здесь нужно вспомнить, что существует определенная специфика у пациентов, страдающих алкоголизмом, у пациентов, курящих с признаками ХОБЛ, для них специфичные определенные возбудители и структура, частотная структура этиологическая может несколько меняться. Пациенты, у которых пневмония развилась в результате аспирации, пациенты с абсцессом легким, пациентов с ВИЧ-инфекцией, у них сильно структура не различается до тех пор, пока не развился СПИД. Поздняя стадия ВИЧ-инфекции, когда структура, как вы знаете, может меняться, и там могут появляться специфичные возбудители, например, пневмоцистная пневмония, пневмония, вызванная криптококом, гистоплазмой и другими возбудителями. И, например, пациенты, которые путешествуют где-то в замкнутом влажном пространстве, например, на круизном лайнере, у них, конечно, повышен риск пневмонии, вызванной легионеллой. А поскольку путешествуют на круизных лайнерах в мире в основном пожилые люди, люди, которые на пенсии, действительно, они достаточно подвержены развитию этого возбудителя. Но скажем о пневмококе. Стриптококус пневмония. Это довольно типичный возбудитель пневмонии, самый частый возбудитель пневмонии, в том числе фатальный. Кроме пневмонии этот возбудитель, как мы скажем с вами в одной из следующих лекций этого цикла, он также может вызывать менингит. И особенно подвержены этому возбудителю дети младше пяти, по некоторым данным даже младше двух лет, и пожилые мужчины старше 65 лет. А к факторам риска развития пневмококовой инфекции относят хоббл, курение, выраженный иммунодефицит, в частности синдром приобретенного иммунодефицита, алкоголизм. Выделяют формы пневмонии истинно инвазивной, называют инвазивная пневмококковая инфекция, с бактериямией и пациенты без бактериямии. При этом при развитии выраженной бактериямии на фоне пневмококовой пневмонии она протекает значительно более тяжело и имеет более неблагоприятный прогноз. Особенно быстро, молниеносно пневмококковые инфекции могут сопровождаться массивной бактериямией и тяжелой пневмонии у пациентов со спленоктомией. Поэтому нужно помнить, что у этих пациентов всегда крайне подвержено развитию пневмококковой инфекции и сама по себе спленоктомия является показанием к неотложной пневмококковой вакцинации. Сколько против данного возбудителя существует вакцина? Последние 30 лет, к счастью, резистентность стриптококус-пневмония, пневмокока, она сильно не изменилась по отношению к бета-локтавным антибиотикам, однако неуклонно растает по отношению к макролидам и в некоторых странах может превышать даже 25%. Резистентность к макролидам, то есть 25% случаев резистентность. От этого зависит региональная подходы, региональная персонализация антибактериальной терапии и мы с вами должны знать условно чувствительность к пенициллинам, цифалоспоринам и к макролидам тех пневмококков, которые присутствуют конкретно в нашем регионе. Я также напомню, что эффективна пневмококковая вакцинация. Говоря о резистентности, это не очень свежая уже карта, но на ней мы можем видеть, что лишь в некоторых странах, юго-западной и юго-восточной Европы, частота резистентности к пенициллину для пневмокока достаточного шика и превышает 50%. Здесь показана Испания, более 10% частота в Италии, более 25% частота резистентности в Венгрии, Болгарии. И эта проблема, она действительно существует, но это резистентность к пенициллину. Этот пневмококк прекрасно чувствительен к цифалоспоринам, в частности, к цифалоспоринам третьего поколения. Он чувствительен к защищен пенициллину. Разумеется, бензил, пенициллин для его лечения уже называть нельзя. И здесь показан справа отец-основатель современной доказательной медицины Ульям Ослер, который абсолютно заслуженно называл стриптокока капитаном корабля мертвецов, поскольку этот возбудитель чаще всего убивает людей и больше всего убивает людей в мире именно за счет развития такой опасной инфекции, как вне больничной пневмонии. Вакцинация от пневмокока существует. К сожалению, мы должны признать, что в Российской Федерации вакцинацией охвачено незначительное количество населения, и это очень плохой показатель. Более того, нужно сказать, что многие медицинские работники не вакцинированы от пневмокока, а они находятся в группе риска, стать носителями этого возбудителя и, соответственно, заболеть вне больничной пневмонией. Кто относится к группам риска? Кому показана вакцинация? Дети и пожилые. У-образная возрастная кривая. Медицинские работники, особенно контактирующие с пациентами, болеющими вне больничной пневмонии, это пациенты, которым была выполнена спленэктомия или у которых, одними словами, оспленение. Это большая частота резистентных случаев и, конечно, это приводит к снижению летальности. Здесь справа представлен американский плакат, на котором показано, что введение, широкое введение вакцинации детей приводит к очень значимому снижению количества резистентных форм пневмокока, позволяет исключить 1 из 10 случаев менингита, 1 из 20 случаев пневмонии и 1 из 100 случаев инфекции кровотока. Это очень хорошие результаты и, несомненно, мы должны вакцинироваться. Ну, а говоря о стафилококе, который также является важным возбудителем вне больничной пневмонии, нужно сказать, вот здесь более свежая карта 2015 года, к сожалению, или к счастью, она не сильно отличается от тех данных, которые были представлены вот недавно, в 2018 году, однако она достаточно показательно. Мы видим, что на территории Российской Федерации оценочное количество метициллин-резистентного, устойчивого к терапии стафилокока, требующего специфичных подбора терапии, составляет менее 25%, но более 10%. Однако мы опять же видим, что наша страна, как и некоторые другие, в Европе заштихована, что указывает на то, что данные, к сожалению, ненадежны в отношении нашей страны. И на самом деле, какого она цвета, желтого или вот красного, как Италия, Испания или Турция, не совсем ясно. Вместе с тем, конечно, проблема состоит не только в метициллин-резистентном стафилококе, который, может быть, непреднамеренно не перекрыт эмпирической антибактериальной терапии, в силу того, как вы знаете, потому что он требует специфичных антибактериальных препаратов. Но и некоторых природных форм стафилококка, таких, например, как ПВЛ плюс стафилококк. Стафилококк, вырабатывающий токсин Пентена Валентайна. Своеобразный лейкоцидин, который подавляет иммунный ответ, уничтожает нейтрофилы, моноциты, макрофаги и вызывает быстротекущую некротизирующую пневмонию, которая даже иногда отдельно выделяется в отдельную нозологическую единицу и нередко является, кстати, осложнением первичной острой респираторной вирусной инфекции. Для этого типа возбудителя я не скажу, что это проявление резистентности, это всего лишь проявление его агрессивности, его способности активно подавлять иммунную систему. По сути, токсин Пентена Валентайна является лейкоцидином, то есть веществом, убивающим лейкоциды. Характерно внезапное начало, очень быстрое ухудшение, скоротечное течение, развитие тяжелой лейкопении, септического шока, легочного кровотечения, тяжелой дыхательной недостаточности и высокой летальности. При этом токсин может быть как у метицелин-чувствительного стафилококка, так и у метицелин-резистентного стафилококка. И вот, например, в Соединенных Штатах чаще встречается стафилококк, который вырабатывает токсин Пентена Валентайна метицелин-резистентный, а в Европе стафилококк, вырабатывающий токсин Пентена Валентайна, как правило, метицелин-чувствительный. Здесь показана рентгенологическая картина. Пневмония, вызванная как раз высоко агрессивным стафилококком, показаны гистологические исследования и показано, как быстро ПВЛ-токсин разрушает клетки воспаления внутри арвеол и вызывает очень быстрое поражение, которое заканчивается, как правило, неблагоприятно. Внутриклеточным возбудителям относятся такие возбудители, как легионелла пневмофила, микоплазма пневмония, хламидия пневмония, хламидия пситоци, и, например, коксиелла бурнетти, более редкий вариант. Но самым опасным и самым важным для специалистов, работающих в отделении реанимации, является легионеллез. Это наиболее частый и опасный вариант, который может развиваться у пожилых мужчин, находящихся в отделении реанимации. Нужно помнить, что этот возбудитель, являясь внутриклеточным возбудителем, а легионелла, по сути, она, попадая в альвеолу, очень быстро внедряется внутрь легочного макрофага и парализует систему его внутреннего транспорта. То есть, по сути, легионелла пневмофила является инфекционным агентом, вызывающим не поражение легочной ткани, как таковой, а является инфекционным агентом, поражающим макрофаги легких, то есть, ретикулоэндотелярную систему. И в этой ситуации мы говорим о том, что эта инфекция, конечно, имеет ряд отличий и особенностей своего течения по сравнению с другими возбудителями типично поражающими альвеолоциты, интерстиции легких и другие объекты. Легионелла может быть резистентна к макролидам. Фторхиналоны могут иметь определенные преимущества, но вы знаете, что сейчас в отношении этих антибиотиков существует много опасений, особенно в связи с редкими, но очень опасными осложнениями, которые они вызывают, нарушая структуру соединительной ткани у пожилых больных. Эти возбудители внутриклеточные плохо растут и требуют использования специальных средств, и, как правило, выявляются либо путем определения антигенов мощи для негионелла, либо путем специальных серологических исследований. Ну, и бывают тяжелые даже системные летальные случаи с множественными проявлениями и развитием полиорганной недостаточности. Вот относительно недавние данные из Германии, в которых показано, что при анализе этиологической структуры вне больничной пневмонии у пациентов было выявлено, что, конечно, лидирующим является стриптококус пневмония до 22%, однако легионелла до 20% вместе с полимикробными инфекциями занимает уверенное второе место. Нужно помнить, что это возбудитель распространенный, особенно если мы имеем дело с пожилыми людьми старше 80 лет, особенно если мы имеем дело с мужчинами старшего возраста, и, конечно, если мы видим какую-то специфику в клинике, либо соответствующий эпидемиологический анализ. Ну, частота возбудителей, частота выявления различных возбудителей, разумеется, меняется в зависимости от категории пациентов. Ну, и здесь показано как раз на этом слайде частота выявления легионеллеза у мужчин светло-зеленые столбики и у женщин темно-зеленые столбики. В разных возрастных группах вы видите, что, конечно, для мужчин она абсолютно драматично нарастает в возрасте старше 80 лет, и количество заболеваний на миллион населения становится весьма и весьма значимым. Ну, а в целом же, говоря об известных всех круизных лайнерах, я не знаю, там, бассейнах или санатория для ветеранов, важно сказать, что легионелла прекрасно себя чувствует в любых теплых водных источниках, где есть амебы простейшие, поскольку в норме ее естественным хозяином, в окружающей среде ее естественным хозяином является амеба. Ну, не то что хозяином, а скорее объектом размножения легионеллы, которая также проникает внутреннюю. Ну, кстати, как вы знаете, макрофаг, легичной макрофаг, да и любой макрофаг, по своему внешнему виду, говоря гистологически, весьма может напоминать так называемую амебу, поэтому неудивительно, что легионелла принимает наш легичный макрофаг за своего естественного природного хозяина, ну, или наоборот, жертву, скажем так. Поэтому любые теплые водные источники, любые аэрозоли с температурой от 20 до 50 градусов являются достаточно удобной средой для присутствия этого возбудителя. Выбор антибиотика. От чего он зависит в лечении тяжелой внебольничной пневмонии? Ну, конечно, в лечении и эмпирических подходах абсолютно жизненно необходимыми являются бета-локтамы. Почему? Дело в том, что, как мы с вами сказали, инвазивные тяжелые легичные инфекции могут сопровождаться выраженной бактериями, а бета-локтамы являются, пожалуй, что компромиссными антибактериальными препаратами, которые, обладая прекрасным профилем безопасности, фармакокинетически могут одновременно создавать высокую концентрацию не только в крови, не только в плазме крови, но и в тканях. Что важно, поскольку, по сути, конечно, пневмония является интерстициальной инфекцией. И возбудители развиваются не, собственно, в кровотоке, а, разумеется, в межуточном веществе легком, в интерстициальном пространстве. Конечно, терапия зависит от предполагаемого возбудителя, индивидуальных факторов риска, сопутствующих заболеваний, аллергии и ценовой эффективности. Как правило, используется у тяжелых пациентов, у пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией комбинированная терапия, двойная терапия, комбинация бета-локтавы с макролидом либо респираторным фторхиналоном. Ну и нужно помнить, что фторхиналоны и макролиды могут обладать некоторыми дополнительными, в том числе потенциально иммуномоделирующими эффектами, что может быть достаточно полезно. Существует большое очень количество исследований, в том числе даже мета-анализов, которые анализируют целесообразность комбинированной терапии и рассматривают ее. Однако по результатам прошлых и текущих рекомендаций, самых последних, мы можем сказать, что в целом для тяжелых реанимационных пациентов рекомендована стартовая эмпирическая антибактериальная терапия, включающая цефалоспорин третьего поколения, либо цефалоспорин четвертого плюс поколения, например, цефторолин, с макролидом, азитромицин либо кларитромицин или фторхиналоном. Это касается случаев тяжелой, угрожающей жизни пневмонии, случаев пациентов, которые госпитализируются в отделении реанимации. Да, действительно, у некоторых пациентов встречается аллергия на пенициллин, поэтому мы не можем применить в них защищенный пенициллин. Эти пациенты могут получать цефалоспорины после проведения кожной пробы. Конечно, формальной, главным образом, поскольку мы знаем, что ее информативность очень-очень мала, вопреки мнению некоторых экспертов. И здесь нужно помнить, что аллергия на пенициллины бывает двух видов. Первый вид – это аллергия, собственно, на пенициллины с прекрасной переносимостью цефалоспоринов, карбопенемов, астрианамов. И аллергия на весь класс бета-локтамных антибиотиков, на всю группу бета-локтамных антибиотиков. Второй вариант встречается крайне редко. Это идиосинкратический вариант. И он, конечно, требует выбора антибиотика не бета-локтамной группы. Здесь, несомненно, на первом месте будут стоять в силу ряда своих особенностей респираторный и вторхиналовый, как антимикробный препарат. Мы должны учитывать риск псевдомоносаэрогеноза и риск метислинорезистентного золотистого стафилококка в связи с рядом эпидемиологических, рядом аномнистических факторов, которые есть у нашего пациента. И это отражено в рекомендациях. Рекомендации по ведению пациентов с вне больничной пневмонией, и, в частности, по ведению тяжелых пациентов с вне больничной пневмонией, выделяют отдельные группы пациентов, у которых повышен риск инфекции, вызванной МРСА, и повышенный риск инфекции, вызванный псевдомоносаэрогенозом. Мы этого кратко коснемся. Ну, и при риске, например, стафилококковой пневмонии могут использоваться специфичные противостафилококковые препараты. Это ванкомицин или ненезолит, направленные против МРСА. Комбинированная терапия имеют недоказанную окончательную эффективность, но вместе с тем она настоятельно рекомендована для случаев тяжелой внебольничной пневмонии. Первая доза при отсутствии септического шока должна быть введена в течение первых нескольких часов, 4-8, однако это данные опять же низкого недоказательности, но в случае септического шока мы должны помнить, что первая доза антибактериального препарата должна быть введена в течение первого часа, что оставляет нам очень мало времени для забора культуральных образцов крови, мокроты и каких-то других, которые, конечно, лучше получить до начала антибактериальной терапии. У пациентов с пневмонией, особенно молодых, высокая частота усиленного почечного клиренса, синдрома ЭРСИ, который сопровождается усиленным выведением гидрофильных антибиотиков, в частности, бета-локтава. Поэтому весьма полезным является определение скорости клубочков рефильтрации путем прямого выполнения проба Реберга за 2 или за 4 часа. Это не требует много времени. Может быть целесообразен ранний переход на пероральную терапию, однако это касается случаев нетяжелой пневмонии. Ну и длительность лечения может серьезно варьировать в зависимости от типа возбудителей. Здесь представлена схема, интерпретированная уже в этом году, это февраль 2020 года, касательно последних рекомендаций по введению пациентов с небольничной пневмонией от 2019 года. Здесь мы видим, я прошу прощения, что слайд на английском, что как раз для оценки тяжести пациентов используется индекс тяжести пневмонии, PSI, менее 70, низкий риск, пациент может вестись во внебольничных условиях. Индекс PSI 71,90, пациент ведется в, скажем так, уже тоже во внебольничных условиях, однако более часто наблюдается. Ну и наконец, индекс PSI более 90, этот пациент должен лечиться уже в стационаре. И с учетом факторов риска, помните, двух больших и девяти малых факторов риска, пациент может быть определен как имеющих тяжелую пневмонию или как пациент, имеющих нетяжелую пневмонию, но вместе с тем это, конечно, стационарные пациенты. И говоря об умеренной тяжести пациентов, пациентов, находящихся в общем отделении больницы, мы должны сказать, что эти пациенты получают основной бета-лактам в комбинации с макролидом. Либо у этих пациентов может быть использована монотерапия респираторными вторхиналовными. Как правило, в нашей практике это левофоксацин и моксифоксацин, конечно. Ну а говоря о случаях тяжелой пневмонии, реанимационной пневмонии, у этих пациентов существует два варианта, опять же, две схемы лечения. Это основной препарат бета-лактам, например, ампицилин сульбактам, обратите внимание, насколько высокие дозы, до 3 грамм каждые 6 часов, то есть до 12 грамм в сутки. Цефатоксин до 6 грамм в сутки. Цефтриаксон 1-2 грамма в сутки. Довольно часто, кстати, почему-то доза по цефтриаксону превышается, хотя этот препарат не имеет почечного клиренса и синдром усиленного клиренса не влияет на его введение. Это препарат метаболизируемый в печени, не требующий коррекции при гиперфункции или наоборот повреждении почечной функции, остром почечном повреждении. Ну и наконец, в рекомендации 2019 года был включен противостафилококковый цефалоспорин 4-го плюс поколения цефтаролен. Этот базовый бета-лактамный препарат при тяжелой пневмонии у пациентов, госпитализированных в отделении реанимации, может комбинироваться и должен комбинироваться с макролидом, это азитромицин либо кларитромицин, либо используется в комбинации с моксифоксицином. Что это значит? Не подразумевается текущими рекомендациями лечения пациентов с тяжелой пневмонией путем монотерапии. То есть монотерапия, в отличие от случаев легкой пневмонии, не применяется. То есть мы комбинируем с вами бета-лактамный антибиотик, либо с азитромицином, либо, например, с леволфоксицином. То есть с одним, либо с другим препаратом. И рекомендация, касающаяся макролидов, это сильная рекомендация умеренного качества по классификации Грейт-2016. А рекомендация, касающаяся комбинации базового бета-лактамного препарата с респираторными фторхенолонами, это сильная рекомендация низкого качества. Поэтому, конечно, с учетом доказательной базы использования макролидов, очевидные являются более выгодными. Ну и шкала ПЭС. Шкала, позволяющая оценить риск инфекции, вызванной псевдомоносаэрогеноза, энтерококком, стафилококком. То есть резистентными, атипичными несколько возбудителями для первичной вне больничной пневмонии. Шкала ПЭС включает в себя возраст более 65 лет, мужской пол, предшествующее использование антибиотиков, хронические дыхательные заболевания, хронические заболевания почек. А при поступлении в больницу это потеря сознания и признаки аспирации, а также выраженная лихорадка или ознобы. Кстати, вот выраженная лихорадка или ознобы, она вычитает один балл, то есть она уменьшает риск. При получении по этой шкале более 5 баллов, мы говорим, что у пациента высокий риск пневмонии, вызванной МРСА, вызванной псевдомоносаэрогеноза, и вероятность может превышать 70%. Если по этой шкале пациент набирает 2-4 балла, это промежуточный риск. Вероятность того, что пневмония вызвана возбудителем группы ПЭС, составляет около 30%. Если по этой шкале пациент получает всего 1 балл, вероятность очень низка. Она менее 1% и никакой специфичной противо-стафилококковой, противо-синегнойной терапии в данном случае рассматривать не нужно. Как производится отмена антибактериальных препаратов? Когда прекращать антибактериальную терапию? Во-первых, текущие рекомендации ATS и ЦА, рекомендации 2019 года, требуют от нас минимальной возможной продолжительности терапии антибактериальной 5 суток. Пока что никто еще не перешел эту границу, двигаясь в нижнюю сторону. В большинстве случаев в мире терапия вне больничной пневмонии занимает 7-10 суток. То есть эта рекомендация довольно часто нарушается, очень мало кто лечит короткими курсами. Ну и конечно вы понимаете, что тяжелая вне больничной пневмонии реанимационная будет лечиться, разумеется, более длительными курсами. Существуют условные показатели снижения температуры, уменьшения тахикардии, уменьшения частоты дыхания, снижение ее, уход тахипное, нормализация систолического давления, повышение, улучшение оксигенации. Кроме того, важна способность к пероральному приему пищи, самообслуживанию, отсутствие энцефалопатии. Есть и более точные маркеры. Это снижение прокальцитанина более чем в 10 раз, ну иными словами на 90% по сравнению со своим пиковым значением, которое нужно еще уловить. Это снижение концентрации цирреактивного белка более чем в 10 раз. Нормализация лейкосатоза, условный признак нейтрофильно-лимфоцитарного соотношения, возможно, соотношение все-таки точнее, это объективные клинические признаки. Нужно помнить, что пневмония является плохой очень моделью, для того, чтобы на ее примере отрабатывать раннее отлучение от искусственной вентиляции легких. И здесь нужно сказать, что, конечно, наверное, целесообразно более длительно держать этих пациентов на искусственной вентиляции легких, нежели того требуют формальные критерии отлучения. Иными словами, не нужно их снимать с искусственной вентиляции легких первые двое-трое суток, поскольку очень высока частота реинтубации. Ну и при деструкции, МПМе, при признаках легионеллеза у пациентов с иммунодефицитом антибактериальная терапия может быть весьма длительной и продолжаться более 2-3 недель. Говоря о терапии пневмонии, вызванной внутриклеточными возбудителями, например, легионелла-пневмофила, типичными антибиотиками, которые перекрывают данного возбудителя, являются антибиотики, способные проникать через мембрану клетки внутрь ее. И, конечно, типичные представители, как вы понимаете, это макролиды, это вторхиналоны, в частности, респираторные, но и цифрофоксасин тоже, как начального поколения вторхиналон. Это тетрациклины, в частности, доксициклин. Это рифампицин, который используется, как правило, в комбинации с макролидами. В целом, это основные препараты, которые могут применяться. Единственным исключением является коксиелла-бурнетти, достаточно редкая инфекция, связанная с контактом с сельскохозяйственными животными, которая может лечиться, в частности, котримоксозолу. Ну и гормоны. Рекомендации ATS-ITSA 2019 года не рекомендуют по результатам текущей доказательной базы использовать гормональные препараты, глюкокортикостероиды в лечении пневмонии. Однако данный вопрос остается весьма спорным, вызывает много дискуссий. Мы, разумеется, можем применять глюкокортикоиды при случаях септического шока, а мы сказали, что пневмония – это самая частая причина септического шока, и в этой ситуации, конечно, эти препараты могут иметь определенные преимущества. Но если у вашего пациента септического шока нет, гормоны не рекомендованы. Есть исследования, которые говорят, что они могут сокращать длительность симптомов и пребывание в лечебном профилактическом учреждении, уменьшать риск неэффективной терапии. Кто-то пишет о том, что более целесообразное использование глюкокортикоидов при высокой концентрации ЦРБ более 150 мг на литр практически у всех пациентов с тяжелой истинной реанимационной пневмонией. Данные же в отношении летальности, они на сегодняшний день по результатам выполненных мета-анализов достаточно неубедительны. Поэтому тут требуется дальнейшее исследование. Но что можно сказать точно, что навредить этой терапии достаточно сложно. Вреда она, скорее всего, не вызывает. И единственным значимым побочным эффектом, конечно, тоже нежелательным для реанимационных пациентов от приема глюкокортикоидов является гипергликемия. Но еще раз повторюсь, что при септическом шоке использование глюкокортикоидов включено и рассматривается в рекомендациях компании «Выживая при сепсисе» 2016 года. Макролиды. Кроме того, могут снижать образование некоторых факторов фирурлятности, в том числе пневмокок, подавлять провоспалительный цитокиновый ответ и подавлять высвобождение пневмолизина с трептококком, который может вызывать явление кардиотоксичности. Довольно много исследований обсуждают применение статинов при пневмонии. И данные препараты в эксперименте могут быть иногда эффективны. Также в эксперименте и на уровне исследования находится применение антитромбоцитарных препаратов. Разумеется, они не рекомендованы. Большой вопрос касается, как и при любой инфекции, применения иммуноглобулина. И здесь подход должен быть персонализированным. Если вы выявляете признаки приобретенной гипогаммоглобулиномии у вашего пациента, вы имеете все основания, чтобы с целью заместительной эмпирической терапии использовать человеческие иммуноглобулины. Это вопросы инвазивной и неинвазивной вентиляции легких. Нужно в целом сказать, что неинвазивная вентиляция легких, если быть кратким, она крайне малоэффективна при вне больничной тяжелой пневмонии и скорее задерживает интубацию, обладая потенциалом ухудшать исходы. Поэтому нужно быть очень внимательным. Неинвазивная вентиляция легких – не лучший вариант лечения для пациента с органной дисфункцией, тем более для пациента с септическим шоком и пациента с тяжелым бактериальным поражением легких. Это скорее выбор для пациентов с бронхиальной астмой, хоббл, для пациентов с кардиогенным отеком легких, но не для пациентов с пневмонией. Ну и наконец, конечно, использование инфузионной терапии. Нужно помнить, что поскольку вовлеченная в инфекционный процесс легочная ткань крайне склонна к отеку, нужно быть весьма осторожным при проведении инфузионной терапии и тетровать ее в соответствии с персонализированными потребностями пациента. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что у вас будут вопросы, которые вы можете задать в онлайн-режиме по результатам данного курса. Спасибо. Спасибо.